Адаптировать великое военное время для современного поколения решили авторы проекта «Война и мифы». Интерактивная выставка открылась в пятницу в спорткомплексе «Олимпия». Экспозиция посвящена 75-й годовщине битвы за Москву. Семь различных залов будто погружают посетителей в ту эпоху. Цветовое и звуковое сопровождение создают эффект присутствия. На выставке можно прочитать историю 28 панфиловцев, узнать о том, что такое массовый героизм и где и как ковалась победа. Эта выставка высокотехнологична. Посетители могут лицом к лицу столкнуться с героями сражений, на расстоянии метра увидеть голограммы военно-начальников. Историю на интерактивной выставке можно изучать самостоятельно. Тачскрины позволяют посмотреть фото и почитать рассекреченные документы, а также исторические свидетельства. Не только школьники сейчас пользуются компьютерными технологиями в данном случае, и каждый гражданин практически в состоянии своей доступности, скажем. Эта выставка тоже большие надежды возлагает, потому что очень легко использовать тот материал на тачскринках здесь, цифровые карты, много тысяч документов отцифровано, и их можно все проанализировать, посмотреть. Есть у выставки и пропагандистская цель. Кураторы и авторы выступают против фальсификации истории и обесценивания нашей великой победы. На полу в залах можно видеть цитаты из газет или книг, которые в российском военно-историческом обществе считают ложью. На стенах же правдивые факты о событиях и битвах. Игры вокруг истории – это не безобидные вещи. Осквернение памяти предков, тем более оболванивание людей, внушение им совершенно другой картинки исторической, чем это было на самом деле, это все напрямую связано с современными процессами политическими в мире, и во многих случаях это прямо угрожает национальной безопасности Российской Федерации. Каждый посетитель выставки может принести фотографии своих воевавших родственников и отсканировать их, чтобы снимки вошли в федеральную базу «Бессмертный полк». Губернатор региона на выставку принес фотографии двух своих дедов, один из которых был подполковником, награжденным орденом Ленина. Другого мы нашли только совсем недавно. Он пропал без вести под Вязьмой. И недавно только при с опубликованием немецких архивов мы выяснили, что он в 1942 году умер в концлагере в Литве. Мои родные уже были на месте этого концлагеря. К сожалению, там нет ничего. Знают, что на этом поле захоронено несколько тысяч людей, но никаких памятников до доски, ничего нет. Конечно, мы помним и преклоняемся перед этими людьми. Наш город стал третьим после Москвы и Тулы, в котором экспонируется интерактивная выставка. В столице ее посетили больше 54 тысяч человек. Организаторы надеются, популярность экспозиции в Иванове будет немногим меньше. Ближайшие дни уже плотно расписаны. Посмотреть войну и мифы предложено всем школьникам региона. Работает выставка бесплатно. Двери открыты до 2 апреля. А в следующем году авторы проекта планируют адаптировать его для западных стран и представить за рубежом.